Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. В одних храмах мне хорошо, а в других плохо. Почему так бывает? Так бывает, потому что храмовое богослужение, роспись, обстановка в храме очень сильно влияет на душу человека. Кто-то любит больше воздуха, кто-то любит больше росписи, кто-то любит портесное пение, кто-то любит византийское пение. И созвучие с душой человека по очень многим параметрам иногда находится в храме, а иногда нет. В большом городе, где несколько храмов или много храмов, достаточно просто найти храм, где вам будет легко молиться. В селе, где один храм, там придется терпеть. Но надо сказать, что все это способствует хорошей молитве, но все это все-таки второстепенное. Потому что Господь везде одинаков во всех храмах. Таинства везде преподаются одинаково. А остальное уже человеческое. Понятно, что человеку, закончившему Московскую консерваторию, будет сложно слушать хор, где все фальшивят. Но это могут петь все равно святые люди. И смысл этих слов будет такой же. Мы должны понять следующее, что если завтра условия существования церкви изменятся, мы будем служить литургию в холщовых ризах, в пещерах, а петь будет вообще некому, встанет чтец и просто литургию прочитает, это будет та же самая литургия. Более того, у протерея Сергия Булгакова в его воспоминаниях есть одна очень удивительная мысль. Он говорит о том, что когда мы, рассказывая о первых годах, десятилетиях жизни иммигрантов, после революции, оказавшихся в Европе или в Америке русских, когда мы стали служить в гаражах, в сараях, потому что не было средств, все были чрезвычайно бедны, и мы не могли восстановить ту византийско-русскую роскошь богослужения, к которой мы привыкли. Сначала нам было от этого очень тяжело, а потом нам стало легче молиться, потому что ушло все второстепенное, и мы стали смотреть не за тем, как красиво построен аккорд во время пения, а за смыслом того, что поется. Может быть, некрасиво, иногда фальшиво, но от души, человеком, который пришел после тяжелого рабочего дня, потому что он любит Господа и хочет петь ему. Поэтому заглянуть надо в себя, что непосредственно вас против этого храма или против этого пения восстает. Не вот это ли любовь к внешнему? Но если есть возможность, то, конечно, надо выбрать тот храм, где вам будет легче молиться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok